Привет всем! Я очень рада вас видеть на моём канале. Сегодня мы поговорим о том, как женщины любят обманывать себя. Это видео и для мужчин, и для женщин. Потому что мы даже не задумываемся о том, как часто на бытовом уровне мы занимаемся как обманом других людей, так и самообманом, что страшнее всего. Сегодня мы поговорим об отношениях и как женщина врёт себе именно в отношениях и формировании их. Особенно начальный этап. Момент первый. Женщина заблуждается в том, что отношения когда-либо существовали. Чаще всего это может быть, они сходили на одно свидание, или он пару раз сделал ей комплимент, и уже сформировался целая история, роман в голове. Я люблю называть эту категорию фантазий. Джимми, Джимми, Ача, Ача. Это давно было в индийских фильмах, потому что именно там много всего надуманного. Потом она вот это всё себе напридумает. И когда она сталкивается с правдой, с суровой действительностью, происходит большое разочарование, как он мог меня обмануть, он козёл и всё такое. Но об этом чуть позже. Почему это происходит? Из-за низкой самооценки. Девочкам хочу посоветовать, пожалуйста, вместо того, чтобы расплёскивать, разбрызгивать свою энергию на вот такие вот ненужные, бесполезные мысли, сконцентрируйтесь лучше на своей внутренней силе и развивайте себя. Определите свои лучшие качества и построите свою жизнь именно вокруг них. Не прыгайте, не стройте себе вот эти вот фантазии в голове. Момент номер второй. Женщина говорит мужчине, женщина говорит мужчине, внимание, что она вообще не планирует ничего серьёзного. Хочу сказать вам сразу, 99% и 9 десятых случаев – это враньё. Самое полное враньё. Так уж предрасположена женщина, как природа и так и генетически, и вообще-вообще-вообще психологически, бессознательно, подсознательно и сознательно, что она всегда более романтична, чем мужчина, и она предрасположена о том, чтобы планировать, продумать, как всё будет, круг, потомство, всё такое же, что она моногамна, а не полигамна, как мужчины. Хотя мужчины тоже на самом деле не полигамны, но об этом тоже, не в этом видео. Так вот, подписывайтесь на канал, и вам будут приходить новости. Почему так женщина делает? Опять же, из-за низкой самооценки, из-за того, что она боится потерять именно этого мужчину. Она за него хватается, вот он попался, хочет какое-то ореоло независимое, свободное, женщины построить. Хотя этот стереотип тоже навязан. Женщины, если вы действительно рассчитываете на что-то серьёзное, вы хотите семьи, вы хотите хороших, тёплых отношений, пишите себе правду, что это не тот человек. И не надо ему говорить, что вы ни о чём серьёзном не думаете, чтобы показать, что вы не такая, а вот такая. Не нужно, это опять враньё им, и хуже всего, что вы обманываете саму себя и разрушаете себя изнутри. Сила должна быть, фокус устремлён на вашу женскую энергетику, на то, чтобы она расцветала, вдохновляла, и чтобы вы были счастливы. Момент номер три. Самый интересный такой. Какой же он козёл. Да. Это очень частое явление бывает среди женщин, особенно если этот мужчина вовсе не козёл, а очень даже хорошая кандидатура, но он просто вот так вот раз и ушёл. И как бы не захотел строить отношения с этой девушкой. Чаще всего это происходит потому, что этот мужчина может быть более развитый, может быть, что-то его отпукнуло. Они очень часто чувствуют, когда женщина не развивает свою женскую энергетику, не умеет управлять собой, не умеет себя преподнести. И самое главное, всё это даже не так уж и важно, она конкурирует с мужчиной, она не позиционирует себя как женщина в паре. То есть это ещё один мужик в юбке, который конкурирует. Сильным мужчине конкуренция не нужна. Мне понравилась одна фраза, что сильный мужчина — это как лезия. Женственная, мягкая женщина должна быть, как вода, обтекать ему. Грубая женщина, она порежется сильного мужчину вот в этом контексте. Поэтому, девушки, опять же, развейте себя, повышайте свою самооценку, и вокруг ваших сильных сторон будьте собой. Для этого момента, какой же он козёл, обычно собираются женская лига. Женская лига — рус всегда. И это всё усугубляется, подтверждается. И вообще это не очень хорошо. Это злословие, которое задействует не очень хорошие энергии. Лучше вот эта боль и разочарование, которое в вас, и вы чувствуете, что что-то вам не нравится, вы не находите выхода. Пустите вот эту энергию разочарования в развитие себя. Не надо никому жаловаться или говорить, что у вас что-то не получилось, а просто вот идите, пусть даже со злости, вот идите, выучите китайский язык. Вот ему на зло первая мотивация. Потом, когда вы начнёте развиваться, у вас мотивация поднимается. Девочек, которые так поступают, у них потом очень хорошо всё отпускается. И в работе, и в деятельности какой-то уходят, вот прорабатываются эти эмоциональные зажимы. Минт номер четыре, который называется «Позвони мне, позвони». А он не звонит. Женщина себе сразу надумывает очень много-много историй, почему он не звонит. Он потерял телефон, его закрыли в милиции, он сломал ногу, у него временная амнезия, он завален работой, но он очень-очень хочет позвонить, но не звонит. Девушки, запомните, а мужчины, которые смотрят это видео, я думаю, что вы подтвердите 100% случая, пожалуйста, напишите об этом, пусть девочки знают, что если мужчине интересна женщина, он собьёт на своём пути любые преграды, и он достанет тот телефон, и он позвонит не один раз. Если вы чувствуете, что у вас такая ситуация повторяется не один раз, мне, например, вспомнилась фраза Мэрилин Монро, которая говорит, что несчастной я могу быть и сама, а с мужчиной я должна быть счастлива. Если вы чувствуете, что у вас эти ситуации повторяются, значит, что-то вам нужно в себе доработать. Проанализируйте этот момент. Ещё одно заблуждение, которое вообще очень часто бывает, что он вообще ни с кем не встречается, и у него вообще ни с кем нет отношений. То есть если ему не нравитесь вы, знает, насколько вы хорошие, он знает, насколько вы прекрасны, поэтому он, конечно же, умный человек, он не будет строить отношения, с кем попало. Он, ну, по каким-то причинам он ждёт, чтобы построить отношения с вами, подобрать нужный момент. Это опять же заблуждение про неё себе. Расслабьтесь, отпустите эту ситуацию, наслаждайтесь вообще своей жизнью, своими событиями, а именно тот человек, который вам нужен, он к вам притянет. Момент номер шесть. Женщина в своих мыслях, она вообще его убивает. Всё, его больше нет, я его исключаю, я его, он умер для меня. Да-да-да-да-да, опять женская лига, которая всегда поможет. Вообще сделай вот так вот вид, как будто его нет, не существует. Опять же, это заблуждение. И про неё себе хоть как-то справится со своими негативными эмоциями. Опять же, расслабьтесь, играйте себя. Момент следующий. После того, как он умер, его опять воскрешают, и женщина хочет быть с ними друзьями. Ну, давай мы будем друзьями. Да, почему? Может, дружили до этого, может, дружить и сейчас. Потом оказывается, что дружить не получается. И переходит в следующую стадию обмана себе. Я вообще не такая. Жду трамвая, да. А он, кто он такой? Что это? Букашка-таракашка вообще на каблуке моих туфель. Мне всё равно. Мне вообще... Это неинтересно. Хотя вот момент, когда женщина заблуждается в том, что они могут быть друзьями. Мы друзья-друзья. Она всё равно так-так-так-так. Кто у него там на Вейсбуке добавился? А ВКонтакте? Что это за... Чупырла? Непонятная девушка. В заключение, вот эти все пункты обмана в себе, это происходит из-за того, что женщина сама себя, она не понимает, она не знает себя, себя не изучила. Поэтому она ещё может в какой-то вот мере искренне как-то самопозиционировать себя и проявлять. Ей сложно найти партнёра. Потому что прежде чем искать, кого-то нужно знать себя, кто тебе подходит. Мы люди все, мы социальные и за какими-то авторитетами мы склонны гнаться, встанный такой инстинкт, бежать туда, где все. Но на самом деле вы пытаетесь с одним, с другим, с третьим строить отношения. У вас не получается, может потому, что вы обращаете внимание совсем не на тех людей, которые действительно вам подходят. Напоследок хочу пожелать всем счастья, гармонии. Подписывайтесь на мой канал, потому что невозможно в одном видео все моменты рассказать. Желаю вам хорошего дня и радости. Пока-пока!